всем привет меня зовут калинина татьяна и вы на канале школа астрологии ашвини мы сегодня с вами будем обсуждать затмение 10 июня 2021 года я знаю что у вас очень большой интерес к затмением и не зря потому что затмение действительно формирует интересные события что в странах что в гороскопах конкретного человека то есть это и на нас с вами повлияет и на жизнь в стране тоже сегодня мы с вами посмотрим то какие тенденции будет формировать это затмение в общем и целом в мире и дам какие-то рекомендации для конкретных знаков зодиака плюс посмотрим события в конкретных странах это очень очень странное затмение я скажу что пожалуй это одно из самых важных затмений которые я когда-либо разбирала потому что для многих стран это действительно точка которая задевает важные струны гороскопов в общем не будем тянуть 10 июня 2021 года будет солнечное затмение в знаке тельца 25 градусов 32 минуты в 26 градусе в общем тельца будет происходить это затмение в накшатре мари гашира я имею ввиду тропический зодиак не сидерические поэтому если вы западный астролог не не пугайтесь я ничего не перепутала у нас с вами разные зодиаки но это неважно потому что и западная астрология работает внутри своего вот этого микрокосмоса да и экосистемы и индийская то есть джотиш тоже работает сидерический зодиак тоже работает у нет свои там инструменты которые позволяют нам с вами успешно практиковать и давайте конечно перейдем к самому гороскопу вот он пожалуйста я ради эксперимента на локацию москва сделал этот гороскоп то есть здесь мы в принципе не привязываемся какой-то конкретный лагерь и мы просто смотрим как планеты друг относительно друга расположены и вот какие тенденции мы здесь можем заметить конечно если вы опытный астролог или хотя бы что-то знаете об астрологии вы заметите что во время этого затмения формируется оппозиция марса и сатурна марс у нас в падении располагается сатурн на своем знаке что это дает миру марс падение безусловно это тревожный признак который говорит о том что будет много агрессии военные конфликты которые были к этому моменту к весне и к лету 21 они скорее всего перейдут в активную фазу там где не было военных конфликтов будет напряжение военное может быть не переходящие в какие-то открытые действия тем не менее мир в мире будет нарушен это формирует именно затмение на момент падающего марса марса то у нас планета войны планета агрессии то что марс с сатурном формируют оппозицию то есть находится друг против друга это грубо говоря вы знаете по две стороны баррикад друг напротив друга говорит о том что безусловно старые режимы негибкие политические режимы будут атакованы извне будут атакованы извне марса марс это военная крыси какая-то нестабильность и это дает нагрузку на те страны и создание военную угрозу в тех странах где гибкие авторитарный режим тоталитарный режим коим мы себя в общем то можем причислить с чистой совестью на этой оси 612 до этих домов таких тревожных есть точная позиция марса с плутоном и плутон это вообще планета агрессия и на оси сатурном и марсом и в точной позиции к марсу это безусловно говорит о том что в июне 2021 года многие государства будут воевать ну вот я надеюсь что не все конечно я так вот прикинула много много но надеюсь что мы с вами это переживем в общем это затмение солнечное в 2021 году 10 июня много раз показывает нам на то что будет много агрессии в мире каких-то войны противостояний так далее но это конечно еще не все дело в том что вместе затмения то есть там где соединяется араху солнце и луна там еще у нас располагается меркурий меркурий ретроградный и он находится в планетной войне солнцем в планетной войне к месту затмения это говорит о том что рынок символизируемый меркурием рынок финансовые какие-то котировки могут повернуться вокруг дат 10 июня плюс-минус недели или 10 дней ну больше я ставлю ставку на неделю что в этот период финансовые изменения в мире и очень интересно посмотреть кто выигрывает этой планетной войне выигрывает солнце солнце это разные правительства меркурий это финансовый мир поэтому поэтому финансовый мир проигрывает в интересах правительств что это может значить это может значить что правительство будут принимать какие-то решения для стабилизации политической обстановки для каких-то своих политических побед в ущерб финансовым интересам своей страны поэтому если вы инвестируете на биржу покупайте акции и все остальное то будьте осторожны вокруг до 10 июня знаете что рынки могут повернуться очень неожиданно или могут произойти могут быть выпущены какие-то политические новости которые сильно повлияют на ставки и на цены на финансовом рынке следующий интересный нюанс то что у нас происходит очень много точных аспектов от трансатурновых планет то есть тех планет которые формируют общественные события и первый аспект который я хочу обсудить это меркурий в квадратуре к нептуну этом поворот рынков не в пользу населения как вы понимаете нептун у нас вообще обозначает представление о идеальном обществе и меркурий то есть текущая финансовая обстановка она не в пользу большей части общества ну наверное кто-то все-таки от этого выиграет но точно не большинство следующий аспект солнце в квадратуре к нептуну это какие-то имиджевые проблемы правительств лидеров стран которые могут как раз таки вскрыться в период вокруг затмения или произойдут события которые вот нанесут урон престижу лидеров стран вокруг этого затмения безусловно есть еще аспекты это был гармоничный аспект венеры к урану это хорошо для нас с вами это какие-то новые формы творчества это прорыв в креативности очень много людей которые заняты в сфере творчества искусства культуры получит в этот момент какое-то вдохновение и безусловно в большом масштабе это может означать появление новых форм творчества также давайте обратим внимание на меркурий венеру на показатели средств передвижения безусловно оба они находятся в некотором кризисе потому что венера формирует аспект курану это несмотря на то что это гармоничный аспект для творческих людей и для креатива но с точки зрения средств передвижения две планеты меркурия и венера они находятся в некотором кризисе поэтому лето может дать аварии какие-то аварийность что-то на дорогах что-то в воздухе я надеюсь что конечно это сбудется не в полной мере что это какие-то решаемые проблемы тем не менее вот такие тенденции формируют данное затмение также интересный аспект у нас от сатурна к урану эта квадратура напряженный аспект и безусловно это подтверждает наш первый вывод который мы сделали о том что они гибкие структуры в обществе политические экономические они будут испытывать не только давление от марса и от какой какую-то агрессию встречать в обществе но и уронические тенденции тоже что такое уронические тенденции это революционное настроение это какие-то протесты и и тому подобное поэтому сатурн здесь атакуем и ураном грубо говоря и марс что еще интересного я вообще посмотрела гороскоп затмения на столице разных стран вот я сегодня посвятила этому наверное часа три голова немножко кипит но вот что я выяснила значит вообще у нас есть точки напряженности с вами да как вы знаете понимаете это сирия там где не переходящая в мир военная ситуация это украина мы с вами знаем что сейчас россия собирает ну по слухам по слухам собирает какие-то значит силы на границах с украиной и все мы замерли в ожидании что будет дальше еще я могу поделиться с вами такой информации если вы не в курсе но египет тоже находится на пороге войны потому что у них с эфиопией произошел конфликт на почве водоснабжения то есть из эфиопии в египет течет нил эфиопия решила перегородить нил сделать гидроэлектростанцию потому что у них катастрофическая ситуация с электричеством у них большая часть населения вообще не имеет регулярного доступа к электричеству и воды у них тоже как вы понимаете мало потому что это африка египет категорически против потому что им тоже воды не хватает и тут у них еще и перегородили эфиопцы для своих целей в общем египет до 25 апреля предоставил эфиопии время подумать и грозит начать военный конфликт потому что действительно ситуация очень серьезная воды не хватает в африке всем и это вопрос выживания поэтому египет тоже я рассмотрела эфиопию тоже рассмотрела помимо них сирию сша украину в россию францию турцию германию египет испанию и португалию вот ну таким образом в общем давайте сначала для россии я вам скажу честно для россии это настолько важное затмение я даже не могу перечислить всех всех последствий которые она принесет у меня очень много здесь листов очень много листов и в общем вот что я написала сейчас я буду вам рассказывать дело в том что вот этот гороскоп который мы раз рассматриваем для москвы сами видите да что он ну скажем тревожный в десятом доме власти происходит затмение марс сатурном разбрелись по самым таким напряженным домам обещая какой-то военный конфликт да и и в общем то девятый дом очень испорчен это дипломатия седьмой дом мира очень испорчен в общем все как как обычно на моем канале все плохо давайте поехали дальше что здесь важного венера раху кету уран сатурн находится четко на куспидах домов это важный признак того ну знаете вот сколько я рассмотрела столист ни у кого такого нет ни у кого нету такого точного попадания на куспида домов это значит что венера раху кету уран сатурн то есть все затмение но очень сильно повлияет на россию в этот период будут сделаны какие-то яркие решения приняты со стороны правительства которые как я уже рассказывала в предыдущих видео могут негативно повлиять на репутацию ну и вообще затмение как бы происходящее в десятом доме власти говорит о нестабильности какой-то и о решениях которых можно потом спорно отзываться марс что говорит марс марс раджа йога карака падающие в двенадцатом доме приносящие потери дружбам дружбе с другими государствами то есть марс говорит опасность военных конфликтов опасность из-за границы а также говорит о том что могут активизироваться и шпионы и активизировать шпионы это прикольная фраза конечно но так или иначе какие-то могут быть скандалы связанные с шпионажем и что говорит третий дом третий дом достаточно серьезно нагружен марсом и сатурном он ухудшает отношения с соседями все понятно конфронтация с соседями венера показывает выборы которые будут 2021 году на хозяйка девясятого в одиннадцатом доме но тоже такая не очень спокойная выбора эти будут сопровождаться каким-то видимо протестами потому что есть аспект урана и уран он как бы поджигает вот эту ситуацию разжигает волнение во время выборов это у нас будут парламентские выборы в 2021 году кстати затмение может повлиять не только вокруг дат не только 10 июня она вообще показывает дальнейшие события ну допустим на полгода год также меркурий вот такой пораженный скажем местом затмения он говорит о том что могут быть скандалы высоких кругах выше высоких эшелонах власти уран в девятом доме когда учитывая то что хозяин девятого в падении говорит о настроениях религиозного сепаратизма то есть вот на религиозной основе на основе какой-то идеи высокой может произойти как бы мне так сказать чтобы потом не влетела в общем это что-то типа селигиозного сепаратизма также могут быть аварии в воздухе венера неспокойная третий дом плохой 9 дом плохой а также самое интересное что для россии это затмение 2021 году формирует настроение того что послы под дипломатические миссии которые отсылает россия в другие страны могут проявлять свою независимость и какие-то суждения которые не вписываются в ожидаемое от них то есть вот какие-то религиозные настроения могут коснуться именно дипломатических кругов дипломатические круги которые представляют россию других стран и могут они вот какие-то неожиданные поступки совершать сатурн безусловно как хозяин седьмого дома дружбы разных планет в шестом доме конфликтов под аспектом марса под аспектом раху говорит о том что мир в стране нарушен то есть во второй половине 21 года неспокойно будет в россии большой шанс военных противостояний за границей и внутри страны тоже потому что сатурн шестом говорит о некоторых о некоторой вероятности протестов на что сатурн сильный сатурн представляет большие массы людей и они не очень мирные в этот период такая интересная карта ну кстати что касается оппозиционных сил в россии то это не их сильный момент вообще потому что хозяин четвертого дома позиции падает в двенадцатом доме потерь он же в общем-то под аспектом сатурна то есть оппозиционные силы в россии вокруг затмения будут испытывать большое большое давление снаружи и это совершенно небезопасный период для лиц которые символизируют эти оппозиционные силы которые являются символом оппозиции в россии им грозит большая опасность безусловно вокруг солнечного затмения и в июне 2021 но мы очень много говорим про россии давайте другие страны в принципе здесь на этом все мы поняли да что будет продолжаться все в том же духе чудо пока не случается следующее я посмотрела для украины и ожидала худшего но слава богу я увидела что все в принципе не так ужасно такой же гороскоп просто отличающийся по градусам если в москве было 15 градусов льва лагна всех домов и первого дома то в киеве в этот момент 909 градусов льва и здесь немножко другие акценты конечно здесь марс на куспиде 12 показывает урон приносимый за границей вероятность поражение если это военная ситуация также юпитер гнати карака показатель врагов на куспиде седьмого дома все говорит о возрастающей конфронтации с каким-то зарубежным государством не дай бог конечно сбудется вот реально я я надеюсь что все это как-то это шалка шатковалка все-таки как-то так постоит знаете друг напротив друга два войска и пойдут по домам но в общем-то прогноз пока не утешительный что еще важно в этом затмении для украины в общем-то и все те же самые тенденции формируются что третий дом границ соседи напряжены то есть вряд ли будут открыты границы и все эти проблемы с соседями ну на этом все реально ребят в общем-то это затмение наиболее важно для москвы для россии дальше я даже посмотрела турцию потому что турция по моему мнению 2021 году должна войти в фазу войны турция у нас участвует военных конфликтах на ближнем востоке но тем не менее вот это солнечное затмение посмотрите как она выглядит в турции здесь вообще все очень ну как не сказать не ужасно но но мне и не понравилось марс в падении в первом доме сатурн но вся эта оппозиция помните сатурн плутон марс все эти самые большие такие трах татадададах вот такие врезители на оси общего благополучия страны и мирных соглашений дружбы с другими государствами в общем это указание безусловно то что после затмения 10 июня 21 года турция будет воевать более активно чем в предыдущий период следующий гороскоп следующая столица это у нас египет ситуацию в египте по воде я вам рассказала да что мы ждем конфронтации эфиопии и египта у них более такой спокойный гороскоп который дает некоторую надежду что все будет не совсем кровопаралитно но военное напряжение сохранится вот что я скажу конечно она будет но я надеюсь что она будет не очень масштабным следующая столица который рассматривала это дамаск для дамаска такой же гороскоп неспокойный когда марс сатурном обещают военные противостояние то есть ну вот вся вот это сейчас покажу на карте вся вот эта зона гмт плюс 3 она вся очень очень напряженной гмт плюс 2 то есть все наши такие страны которые находятся вот в этом секторе и в африке и в европе они пострадают в двадцать первом году и это будет какое-то военное противостояние в общем для ирана здесь тоже такой же гороскоп для как и всех остальных но единственное у них здесь свои нюансы здесь солнечное затмение четко происходит влияя на лидера страны поэтому я думаю что либо сменится у них лидеры в этом году в течение там полгода 9 месяцев после этого затмения после июня 21 либо как-то сменится либо что-то еще похоже произойдет с их лидером в остальном все как у всех все тенденции которые это затмение дает также работают и для ирана и вот интересно посмотреть для сша по гороскоп затмения задевает их куспит второго дома то есть у них финансовые изменения произойдут в стране все-таки также сша будет воевать 2021 году после этого затмения тоже вот все тенденции на войну они есть в других гороскопах но вот именно гороскоп затмения подчеркивает что сша прежде всего от этого затмения может пострадать финансовом плане франция турция германия евросоюз до в целом попадает под влияние этого неблагоприятного затмения которое ставит марс в падении в первый дом что же это божечки что же это такое да но я вам скажу что именно самые такие интенсивные указания на вторжение в государство как ни странно формируются в районе западной европы это португалия испания и вот вот эта часть европы не только европы но еще и африки южнее португалия испании через море до через средиземное море тоже и в эту зону попадает поэтому если делать выводы я бы сказала так что 2021 год станет годом военных противостояний солнечные затмения летом 21 обширно показывает проблемы у многих государств именно в воен по военной части но самые интенсивные указания почему-то не могу подтянуть сюда никакие свои размышления почему-то это испания португалия это западный евросоюз и возможно африка вот такой вот невеселый очередного 150 видео на моем канале не забывайте что вы живете по своей индивидуальной карме но неплохо было бы знать да что происходит в мире и чтобы ориентироваться и составлять какие-то свои планы я вас жду на своем канале обязательно подпишитесь на этот канал если вы хотите знать мунданную астрологию да и вообще если вы хотите обучиться прогнозированию астрологии или получить гороскоп на год добро пожаловать на мой сайт ссылочки внизу у меня 13 курсов и завтра стартует курс миллиона астрологии где буду рассказывать о том как астрологу заработать а не просто интересоваться и не просто вкладывать деньги но и сделать так чтобы это было твоим постоянным регулярным доходом который позволяет тебе совершенствоваться развиваться достойно отдыхать достойно жить и наслаждаться любимым делом и приносить пользу обществу я надеюсь что я хоть какую-то пользу обществу принесла этим видео не только вас расстроило и вот потому что это плод трех часов труда это как минимум это я не считала еще дополнительное время ладно на этом заканчиваю всем пока пока буду ждать вас следующих видео